Всем привет! Продолжение мистического сериала Вика и её жизнь. Ну, значит, реально, ребята, вот когда мы начали жить с Георгием, да, я могу сказать, что, ну, у нас жизнь, ну, не удалась, понимаете, не удалась. Моя мама достаточно сильный человек, ну, удивительно, если бы она вырастила слабую девочку, понимаете, поэтому я тоже достаточно, я считаю себя, ну, как, сильным человеком. Я не всегда была такая сильная, я знаю, что мне многие девочки спросили, как бы, как я такой стала, можно ли вот снять несколько видео. Я сниму, конечно, со временем видео, потому что мне кажется, что, может быть, какие-то мои мысли, соображения, что заставило меня поменяться, смогут помочь другим женщинам, которые думают, что они слабые, на самом деле они, скорее всего, не слабые, они просто так думают о себе, но дело не в этом. В общем, наша жизнь с Георгием не удалась, она была совершенно не счастливая. Мне кажется, ну, я не буду говорить, что на него там мама влияла, потому что он сам взрослый человек. Мне как-то смешно, знаете, когда говорят, вот, на него там влияли родители. Ну, свои мозги есть, понимаете, что там уж говорить, свои мозги должны быть. Вот. И, ну, его мама, мне не нравилось его маме, не нравилось совершенно его маме, и, ну, не той породы я была, вообще не всё. Знаете, вот есть такие свекрови, которым фиг угодишь, знаешь, и я этого никогда не понимала, ведь, если ты хочешь, как для меня, я уже это говорила однажды на своём канале, ещё раз повторюсь, что для меня самое главное, мне вообще всё равно, какая она будет. Сера-бурмалиновая, какой мне приведёт Алексей, какая ему понравится. Мне самое главное, чтобы моему сыну было хорошо. Дело не в том, чтобы мне было хорошо. Мне-то что с этой девушкой делать, как мне, уже хорошо. У меня ещё один ребёнок прибавился в семье, понимаете. Вот. А я постараюсь наладить с ней как можно более дружеские и самые лучшие отношения, потому что, если у них будут дети, мне нужно иметь с их мамой уважительные, хорошие, доверительные отношения. То есть, ну, даже дружеские отношения. Почему? Потому что это вот в интересах и детей, чтобы детей больше, как можно больше людей любило. И в отношении этой девушки, ведь она тоже чей-то ребёнок. Она не должна меня радовать, как говорится, своим присутствием. Она должна радовать присутствием моего сына. Самое главное, чтобы он был счастлив. Самое главное, чтобы ему было хорошо. Дело не во мне. Вообще, это не мой вопрос, это не моя семья, чего мне туда лезть. Но, в любом случае, свекрови бывают разные. У нас началась весёлая, весёлая, это значит, в кавычках, да, жизнь. То есть, постоянно были какие-то истерики, какие-то скандалы. Значит, мой бывший, это я так расскажу вам, да, он имел обыкновение, очень интересное обыкновение, что когда, допустим, у нас возникал какой-то скандал, не скандал, а какая-то ссора. Ну, я ссорилась, да. Я могу сказать, что на тот момент я с ним ссорилась. Я пыталась отстаивать свои права какие-то. И в итоге, из-за того, что я отстаивала какую-то свою позицию, не сдавалась полностью, меня обозвали феминисткой. Я ещё раз повторю, что для меня это большой комплимент. Для меня это не является прозвищем. У нас это слово почему-то является ругательским в нашей культуре. Но мне кажется, что люди не совсем понимают значение слова феминизм, вообще, что это такое. Меня обозвали феминисткой только потому, что я отстаивала свои права. Ну, наверное, так вот оно и пускай есть. То есть я лучше буду отстаивать свои права, чем я буду ковриком, об который буду вытирать ноги. Вот. И, значит, ну вот могу вам привести, например, причины скандалов, которые у нас были. Некоторые я запомнила. Запомнила настолько, потому что это был просто нонсенс. Нонсенс, 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 который происходил в нашей семье. Я думаю, что, ну, я надеюсь, что, может быть, некоторые, у кого есть такая жизнь, посмотрят на это всё со стороны, как я сейчас смотрю со стороны. И просто, знаете, почему я рассказываю? Что другие посмотрели на это всё со стороны. И на свою жизнь тоже. И сказали, а так ли я живу, и зачем оно мне надо? Особенно молодые девушки. Был однажды закатан скандал по поводу размера отбивной. Значит, у нас, ну, всё равно была плохая ситуация. Да, моя мама, опять-таки, не могла найти работу. Было сложно. И, ну, Георгий начал приносить какие-то деньги, да. И, значит, отбивную. Значит, мы сделали отбивные. И он, когда пришёл домой, ему нужно обязательно почему-то было подавать еду. Я вот, знаете, вот на тот момент я подавала. Но сейчас, вот как бы я уже с высоты своих лет, я не понимаю, зачем нужно подавать здоровому человеку, у которого есть руки и ноги, он может подойти сам себе взять еду. В принципе, руки и ноги не поломаны. Может подойти взять взрослый человек, да. Да, нафига вообще кому-то что-то подавать? Что, служанка, что ли? Ну, сейчас это уже у меня есть, как бы я этого вообще не понимаю. Но на тот момент я подавала еду. И подала, значит, я ему еду. И вы знаете, из чего был сделан скандал? Из-за того, что я подала ему не тот размер отбивной. Потому что я ему дала отбивную. Она ему показала слишком маленькая. Причём от стола до плиты всего 2 метра. Можно было встать и взять отбивную. С такого размера, какого ты хочешь. Сейчас я просто взяла первую попавшуюся сверху. Знаете, можно поменять, можно ещё что-то сделать. И, ну, он закатил скандал, что я ему жалею еду. Что я ему даю самые маленькие отбивные. Причём у меня этого в голове даже не было. Я об этом даже как, чё? What? Она говорит, иди возьми, которую хочешь. Господи, он отбивные стоят, иди возьми. Я просто взяла одну, положила, тебе хочешь, иди возьми себе добавки или там ещё что-то. В общем, он закатил скандал, хлопнул в дверь и бежал к маме. И вот эти вот хлопания дверями и убегания к маме, это было постоянно перманентное явление. К сожалению, когда он убегал к маме, он не приносил деньги ни на молоко ребёнку, ни на что. То есть получалось так, что он пытался манипулировать мною и моим положением по отношению к нему посредством голода. Опять-таки, посредством голода. То есть он не приносил денег ни на ребёнка, ни на меня. То есть, ну, вы сами понимаете, да? Какая любовь в 3 часа ночи? Если человек себя так ведёт, ну, какая это любовь, понимаете? Но в тот момент, так как у нас не было всех этих знаний, ну, я не ходила, я не кланялась. У меня был, как мне сказал, он мне даже сказал, ты слишком гордая. И то же самое мне сказал, моя свекровь, ты что-то слишком гордая. В общем, девушка не шла на поклон, даже если голодала. То есть, да. То есть он, по своей сути, пытался морить нас голодом с Алексеем для того, чтобы каким-то образом меня сломать. Ничего-то, в общем, да. Ну, сломал у меня в итоге. В итоге, конечно же, не сломал, ведь я просто ушла со временем. То есть это я была инициатором развода. Но в любом случае, вот ещё было, знаете, вы, может, не знаете, у меня, например, собачьи глаза. Я это тоже запомнила. Он сказал, у тебя, говорит, глаза по форме, как у собаки. То есть у меня собачьи глаза. Вот, на тот момент я ему поверила. У меня даже где-то комплекс был по этому поводу, как я не знаю. Знаете, обычно говорят, что если лошади много говори, что она осёл, она в это поверит. Но, наверное, вот с человеческой психикой как-то так оно и работает. Вот, причём, когда я от него ушла, все последующие мужчины мне говорили, что у меня глаза просто супер. Последний вообще сказал, ну, что, что, слепой, что ли? Говорит, что он выиграет? Глаза, посмотрите, это глаза красивые, представляете? Но в тот момент, вот, понимаете, если бы я вот так порой задумалась, если бы я сделала выбор остаться с этим человеком, у меня до сих пор были вот такие глаза. У меня было, знаете, что ещё не то. У меня было дурацкое чувство юмора. Я вела себя как дура всегда. Вот. То есть я всегда была какой-то не такой. Я была всегда какой-то такой кривой, которая, значит, не соответствовала его ожиданиям. И, собственно говоря, на тот момент я страшно себя стеснялась. Я думала, боже, это же надо, чтобы я была такая неказистая. Он меня дурой постоянно обзывал. Вот я не была такой умной. Я не умная. Я неказистая. То есть вы понимаете, да, что происходит. Вот те, кто меня сейчас слушают, они реально понимают, что идёт занижение самооценки другого человека для того, чтобы человек никуда не делся в итоге и не смог никуда уйти. Хотя девушка я далеко не... Я считаю достаточно нормальными, хорошими, красивыми глазами. Это я уже от него отошла. Я считаю себя достаточно умной. Я считаю себя весёлой. Я люблю потурачиться. У меня есть хорошее чувство юмора, я считаю. И это то, что я о себе сейчас думаю. На тот момент я о себе так не думала. То есть я это всё выстроила, как говорится, сама над собой, сама себе. Значит, что ещё? Расскажу вам историю, когда однажды у меня заболел Алексей. У меня Алексей был очень болезненный ребёнок. И мне кажется, что... Знаете, бывает такое... Либо это был просто момент такой, вот когда им там исполняется вот школьного возраста, да, только дети в школу идут. Извините, плечо немножко болит. Вот когда дети только идут в школу, то они, значит, как бы болеют, да, больше. То есть, ну, школьный коллектив, все несут какие-то заразы, болезни. Он у меня болел с такой частотой. Причём мама уже на тот момент у меня улетела... Это будет немножко как бы в разброс эти все данные будут немножко в разброс. Мама на тот момент уже улетела в Канаду у меня. Вот она улетела в Канаду. И мама мне периодически высылала деньги, потому что супруг ей давал на как бы её карманные расходы, там, долларов 200-300 в месяц он ей давал. И немного, конечно, не густо. Но она всегда эти деньги переводила мне в Украину. И для Украины эти 200-300 долларов на тот момент это было очень большие деньги, как это было больше, чем месячная зарплата, да. Поэтому она никогда себе ничего не оставляла, но вот всё мне переводила. Мама, мне кажется, замечательно это всё, что я могу сказать. Конечно же, бывшему своему я об этом не говорила. На тот момент у нас уже были, ну, совершенно испорчены все отношения. И мы оформляли, кстати, ну да, это я потом про Германию, я потом уже этого коснусь. Немножко в разнобой будет у нас такое сегодня. Потому что я не могу просто всё запомнить в хронологическом порядке. Значит, у меня очень сильно болел Алексей. И было, случилось так, что он у меня заболел, ну, совсем сильно. То есть я вызываю участкового врача, у нас же там, да, раньше как ходили на дом врачи, я вызываю врача, раз, у него температура 40 жмёт, она приходит, говорит, да, ну, но грипп пускай лежит. Знаете, два дня температура 40. Уже третий день температура. Ну, это опасно для ребёнка, как бы в таком возрасте, иметь такую высокую температуру, правильно? Я вызываю опять участкового врача, она опять приходит, говорит, да, ну, ничего там, это всё остальное. Я говорю, ну, да что же это такое? Говорю, ну, почему у ребёнка не падает температура? В общем, и мама мне звонит из Канады, говорит, что там, как там, она что же переживает Я говорю, мам, слушай, не знаю, что делать, говорю, дважды вызывала врача, говорю, не знаю, что делать Она говорит, вызывай Богдан Борис, кто знает, у нас частная есть у нас клиника, Богдан Борис Вызов скорый стоит там, я не знаю, 100 долларов что ли стоило, или 50-50 долларов он стоил на тот момент, американских Это дорого, вы что, дорого, люди столько не зарабатывали В общем, я позвонила в Богдан Борис и вызвала скорую А у нас, вот, знаете, у всех, как каждый двор имеет своих, знаете, бабок, которые сидят во дворе и обсуждают И тут подъезжает, короче, частная компания, Богдан Борис, все так О, у кого это в нашем доме есть такие деньги, чтобы такую, короче, скорую вызвать До кого-то приехала Кому приехала скорая Значит, пришла женщина, осмотрела Алексея и поставила диагноз У него была бронхопневмония Причем наш участковый врач говорил, что это грипп, ничего страшного Ребенок заболел очень сильно И она назначила мне уколы, антибиотики ему колоть Догадайтесь, кто колол ребенку антибиотики Я сама это делала И когда живешь вот в такой стране, как разваленной стране, ты умеешь делать совершенно все Ты и наполовину врач, и наполовину медсестра, и наполовину, я не знаю, кто еще там Ты это все делаешь сама И я, она сказала, нужно сделать уже уколы Я сказала, сама сделаю Она, вернее, первое она сделала Она сказала, нужно продолжать вот с таким количеством времени Потом, конечно, я позвала Мария Мария у нас жила на первом этаже Если меня посмотрят, нам большое спасибо Маруся, привет, если ты меня посмотришь Кстати, Маруся потом вышла Она была медсестра, и она вышла замуж за водителя скорой помощи Вот, и у них дочка потом родилась Так что Маруська, привет, если ты посмотришь Она была соседкой с первого этажа Она приходила, делала моему потом сыну укола Ну, потому что, как бы, пока я взяла, значит, там, вызвонила Марусю Чтобы она приходила, чтобы она делала Мне нужно было уже ребёнку по часам колоть антибиотики Поэтому я уже сама делала ему Да, уколы Ну, в общем, да, вот это всё Ну, и, в общем, пока, значит, когда была скорая Она говорит, я вам сейчас, как бы, один укол ребёнку поставлю А вот вам выпишу, значит, препараты Которые вы должны будете поехать ребёнку купить У нас была частная, очень хорошая Подождите, как же называлась эта аптека? Она была на... не на Пушкина А улица Пушкина была раньше Как же она эта аптека называлась? Подождите, я не могу вспомнить Она была частная, она была самая лучшая у нас во Львове На тот момент Не приходит мне в голову Ну, в общем, надо было мне ехать вот в эту аптеку Я, значит, по-моему, позвонила Георгию Говорю, мол, значит, мне нужно съездить, мол, в этот... А, я, по-моему, ему сказала, что я вызываю скорую ребёнку Что нужно приехать Что выписали препараты ребёнку Он мне говорит, я меняю колёса на машине Я говорю, подожди, говорю, что тебе важнее, говорю, нам нужно, говорит, срочно препараты ребёнку купить Для того, чтобы он поправился У него бронхопнивмония Вы знаете, что он мне говорит? Ты что хочешь, чтобы я на машине разбился? Это ты меня так любишь? Манипуляция, представляете, какая манипуляция В общем, да, я положила трубку Я поняла, что разговаривать бесполезно И в итоге я позвонила его отцу Потому что у его отца тоже была машина А мне как бы в эту... ну, надо было ехать туда, понимаете? А мне добираться как бы... Я не могу ребёнка с температурой 40 оставить дома Одного для того, чтобы купить препараты медицинские И его родной отец меняет колёса Потому что это намного важнее, чем здоровье ребёнка Для того, чтобы купить эти препараты Ну, в общем, представляете? Ну, и как бы мама у меня в Канаде У меня... я единственный как бы ребёнок в семье Помочь мне некому Родственников у меня во Львове нет Я звоню его отцу и говорю Мне нужна ваша помощь Мне вот ребёнку поставили такой диагноз Можете ли вы приехать, как бы, мол, вместе с... Маму звали Еленой Аркадьевной Можете ли вы приехать И чтобы она побыла как бы с ребёнком А я бы поехала вместе с вами Купила бы препараты Потому что мне необходимо начать Это серьёзное состояние У ребёнка уже третий или четвёртый день Температура держится Что там Санька, что там такое? Мамы нет дома, она на работе Уходит возле её спальни Я говорю, мне нужно срочно, мол, поехать купить препараты Он приехал, ну, знаете, он у него, ну, грузин И как он... Я помню, я вам рассказывала про него Он как бы русский не выучил Грузинский уже забыл Такой интересный, колоритный у неё тип Был такой отец Он говорит, где... Он, знаете, таким грузинским акцентом И, ну, и там, значит, проматерился Он сказал, значит, где мой сын? Я говорю, я не знаю, где он Говорю, он меняет колёса Потом пошёл мат, говорит, что он не мог приехать Ребёнку помочь, лекарства купить Я говорю, ну, я не знаю Говорю, понимаете, говорю, мне очень нужна ваша помощь Садись, отвезу Он меня отвёз Я говорю, большое спасибо вам И я поехала, купила Благо, вот я говорю, мама высылала деньги У меня была возможность это всё купить, да Я поехала, купила ему все препараты, витамины Купила, всё, приехала домой В общем, ну, в общем, вот такая вот ситуация Ну, так вот он относился Потом были такие ситуации, знаете, когда Человек, например, приезжает домой И вот у него свой собственный сын есть А у сестры, у неё тоже сын есть И он, как бы, приезжает И, значит, привозит подарок Для сына своей сестры К нам домой И говорит, посмотри, что, мол, я ему купил Ну, и там, значит, показывает Вот смотри, какая штучка туда-сюда А я говорю, а что ж ты своему ребёнку ничего не купил Как бы ты ему купил Ты мог бы и своему тоже что-то купить Потому что, ну, как бы, этому ребёнку, мол, тоже, мол, как бы, обидно Зачем мне вообще знать, что ты ему покупаешь Мне всё равно Купил, да и купил Хорошо взял, отвёз Я говорю, ты бы своему что-то принёс Он мне, знаете, какой у него ответ был Ты завидуешь Ты завидуешь, что вот я это делаю А он, like, нет, я не завидую Не ври, ты завидуешь То есть человек навязывал мне какие-то свои мысли Что типа, а у меня вообще зависти нет Понимаете, как бы я так Нет, я просто спрашиваю, где справедливость Как бы, если ты хочешь сделать приятное, допустим, кому-то То почему ты не сделаешь это справедливым по отношению к двум, допустим Ты хочешь ему купить? Ради бога, покупай мне всё равно Просто сделай это справедливым по отношению к тому ребёнку И к своему ребёнку Ведь твой ребёнок Мы же, говорится, не на помойке нашли Как мама говорит Я же тебя не на помойке нашла Вот Я говорю, это же твой сын тоже То есть у тебя должно быть, как бы, появляться Как у нормального родителя Желание внутри, да Сделать что-то приятное своему ребёнку в первую очередь Ну, я как нормальный родитель Ну, я не знаю Может быть, я неправильно что-то думаю Хотя мне кажется, что всё достаточно правильно Вот Вот такое вот было Ну, вот просто я вам рассказываю Просто ситуации такие Чтобы вы вот, как бы, увидели со стороны Может быть, как это всё дело происходит Вот Значит, что ещё я хотела сказать Потом Да, были обвинения Что он, значит, у своей матери Наворовал Ну, там, золото Он мне сам говорил У него мама собирала, как бы, ну, золото, да И потом, знаете, золотые браслеты были страшно модные Они, типа, как в статусе тебя держали Он у неё там наперил этого золота Он говорит, только ты ей не говори, что у неё там Он тут серёжки свиснул Там ещё что-то Он переплавил всё себе на золотой браслет И в один прекрасный момент он его потерял Вот А мама ко мне прилетала Кстати, на визит Каждый После того, как она улетела в Канаду Она прилетала ко мне на визит Практически там на три месяца На лето она прилетала Вот И он его как-то потерял и посел И своей маме он сказал, что моя мама у него украла этот браслет Представляете? Ну, то есть, ну, то вообще уже Мама говорит Мама мне помогла, ко мне подходит Говорит, как это? Он ей прямо в глаза кричит Говорит, воровка Он на неё крикнул Моя мама говорит А что я сделала? Я говорю Он думает, что ты у него украла браслет Он говорит Виктор, мне хоть расскажи, как он выглядел Она тоже, я не знаю Я украла И говорит, я не знаю, что я Вот, представьте Этот человек потерял браслет Он мне сам говорил Он мне говорил, что он его потерял, по-моему А потом он разыграл целую, там, значит, истерику И целый, там, значит, концерт Что, значит, моя мама, типа, у него украла этот браслет Он говорит Нет, ты хоть расскажи, как он выглядел Так, чтобы я знала, что я взяла Ну, то есть, вот такие вот какие-то глупые обвинения Вот ещё Расскажу вам про драку Мне вот интересно, вмешивалась ли в драку Однажды у нас была драка Ой, блин, ребята, кино и немцы Значит, расскажу вам эту историю Значит, когда мы с ним ссорились Вы знаете, он Была такая ситуация Вот перед тем, как я вам про драку расскажу Господи, вы знаете Я этим не горжусь Я просто рассказываю Это ужас Это вот, это вот просто была моя жизнь Да, задёрганная, несчастная жизнь Мы когда с ним ссорились Он всё время собирался со своими друзьями И шёл пил Он, я так поняла, любил выпить у меня Но он не был алкоголик Нет, ни в коем случае Он просто любил Знаете, он всё время говорил У меня подсос включается Как наши мужики пьют, пьют, пьют Потом, говорит, у меня включается подсос И потом в него влазило достаточно долго Много алкоголя И когда в него влазило много алкоголя Там мозги вообще совершенно отказывали То есть был даже случай Когда мы с ним поссорились Я как-то, я не знаю, как я его нашла Где-то я там пришла куда-то Он там сидел, пил с друзьями И потом он говорит Ну всё, короче, я уже Он был такой пьяный Вообще не в зуб на кой, как говорится И я его привела к маме домой Она мне так смотрит на меня Говорит, ой, что ты его ко мне домой привела Говорю, а что мне вот это вот Не нужно пьяное вот это Я ещё куда-то приводила Господи, надо было бросить и уйти Зачем вообще? Ну ладно, я ещё Сердобольная была слишком Насчёт драки Это ужас Я вспоминаю Я не помню, из-за чего у нас возник конфликт И он, знаете, имел такое обыкновение Перед тем, как он убегал к маме Он выкрикивал там кучу гадостей Вот в наш адрес там, допустим И потом, для того, чтобы не услышать ответ Нужно было обязательно, как бы В тот момент, когда ты всё сказал Это, значит, техника такая тихо Значит, когда ты всё там высказал Типа людям, которые Вот что может их там обидеть Да, самые такие обидные слова Нужно быстро успеть выскочить за дверь Чтобы не услышать свой адрес Какую-то ответочку Вот И, значит, он выскакивал Хлопал дверями Всё, я пошёл, значит, обиженный И он ушёл И вы знаете, у меня уже настолько Вот вся эта ситуация вообще жизненная Она меня Вот знаете, когда человека долго доставать Вот это вот Вот это вот теребить И теребить Нет у тебя вообще покоя Я уже рассказывала про то, что я Делаю грустное лицо Чтоб только он от меня отвязался И не говорил мне, что я лыблюсь Да, вот это вот всё Вот это вот оно накапливается И какой-то прекрасный момент Даже самого терпеливого человека Терпела-то я почему? Понимаете? Я терпела по всем тем же параметрам, которые есть у наших женщин В семье должен быть отец У ребёнка должен быть отец Ты должна быть замужем Потому что это статус, блин Это всё та же самая фигня Которой живут сотни наших женщин Только потому, что они не знают другой разницы Они ничего не знают Я была точно такая же зашоренная лошадь Я не стыжусь этого для того, чтобы это признать И я жила по тем же самым убеждениям Которые вдалбливали в голову Нашим девочкам, женщинам, девушкам Что у ребёнка должен быть отец И нужно хранить семью Мы хранительница очага В общем, блин Этот очередной бред Он постоянно меня держал в отношениях С этими деструктивными Вот этими отношениями Вместе с этим человеком Я сейчас как вспоминаю У меня глаз дёргается Что я вообще это делала в своей жизни Я вот сейчас смотрю, думаю Я бы с этим человеком Вот сейчас Вот сейчас Вот реально на мой характер Он бы у меня, наверное Вот как бы Вообще Ни секунды не продержался этот человек Ни секунды не продержался Я вообще не знаю, как я его терпела Может, я не Ну, просто знаний не было Ладно И что, он там что-то Сказанул обидное Хлопнул в дверь и убежал Значит, убежал А вот у меня, вы знаете Это было причём на ночь Это было где-то 10 или 11 часов ночи И его родители, они как бы Мы недалеко жили То есть, я жила на научной 10А Кто знает Вот мне написала девушка Что она останавливается в гостинице Спутник Вот там недалеко от гостиницы Спутник Она там, ну, дальше в глубине района Мы жили А его родители там Ну, моего бывшего Жили на улице Артёма Кто знает Кстати, я недавно видела Магазин Океан Вот там была такая, как Мозаика выложенная красиво На магазине Океан Её вроде как убрали сейчас Я говорю, блин, ну кому мешало Классная вообще-то была мозаика Можно было оставить Я не знаю, что там произошло Вроде как весь этот Океан Магазин снесли И вот там за магазином Океан Там стояли такие пятиэтажки И там вот так вот поперёк Там стояла девятиэтажка Так рядом И потом там в глубь района пройти Там был детский садик И прямо напротив детского садика Стала пятиэтажка В котором жили его родители Вот И он за счёт этого вот Сказанул Так всё И грохку по двери убежал Сейчас я уже это всё вспоминаю С юмором, да Но на тот момент мне было явно Не до Не до смеха Потому что когда он ушёл Вы знаете, меня затрясло Меня просто начало трясти У меня это вызвало такую злобу Вот впервые, наверное, у меня В этих отношениях начала проявляться Какая-то злоба Вместо того, чтобы обида была Я и плакала в этих отношениях Ребята, он меня обижал постоянно словами Я всё время думала Ну как так можно Как так можно сказать мне Ведь я же такая-такая-такая Я же так стараюсь Для того, чтобы для этого человека Сделать всё самое-самое лучше Он ложился, засыпал Как любые вампиры, да Эти нарциссы делают Он себе спит, храпит А я ночью плачу в подушку Потому что мне обидно Так со мной нельзя Почему так поступает Ведь я же так стараюсь Я же такая хорошая Мама-хозяйка Бля-бла-бла-бла-бла-бла Придумайте себе ещё что-нибудь И сейчас я это всё вспоминаю Думаю И чё это я Его мать всё время мне говорила Ты такая впечатлительная Я не впечатлительная У меня нормальная реакция На ненормальную ситуацию была Бля-ни-вэйс Я, наверное, в тот момент Выплакала все свои слёзы Какие могла Потому что сейчас у меня Как-то с этим не очень вяжется Мне было себя жалко, наверное Как мама говорит Вик, ты плачешь Потому что тебе себя жалко И она, наверное, была права Ну, в общем, я сидела, думала, думала Он у меня вызвал такую злобу В этой ссоре Тем, что он сказал Что буквально Ну, там, через час Когда он ушёл Я начала собираться Мама говорит Вик, ты куда? Я, говорит, пойду с тобой Потому что, ну, представьте Это как, ну, я не знаю Какие-то годы были Там ещё 90-е, да, были годы 90... Не знаю 7-й, 96-й, допустим Да, ну, вот как-то тогда вот, да, было Не помню, сколько была сына Вот Мама говорит Я с тобой пойду Представляете Вот Ну, в общем, ребёнок дома был Он спал уже Мы его уложили спать Я собираюсь Говорю, я ему сейчас Дам звезди Я так больше не могу Ну, то есть злоба накопилась Понимаете, как Вот сколько вот Можно, можно Наполнить стакан Так, чтобы вот уже Эмоциями Так, чтобы он начал выплёскиваться Вот то, что со мной Начал происходить Я же собираюсь Мама вместе со мной идёт Короче Мы приходим к нему домой Я звоню в двери Они уже спали Я маме говорю Он не будет спать Я сказала Он считает, что он может мне наговорить Кучу гадостей Развернуться Уйти спокойно спать К своей матери А мы, значит, с тобой здесь Должны сидеть Переваривать все обстоятельства Которые он нам наговорил И всё остальное Нет, так не будет Если я не сплю Он не будет не спать Мы сейчас сделаем это справедливо Я прихожу Звоню в двери Она говорит Ой, кто это там? Я говорю Это я Почти Он Печкин Принёс посылку Для вашего мальчика Я говорю Это я Говорю Вика Говорю Открывайте двери Она говорит Ой, Вика Иди спать Короче Он уже спит Тихо Не шуми Я говорю Вы считаете Что ваш сын Он может Сказать какие-то Обидные слова Вот мне Я теперь должна Всю ночь Не это вот Он постоянно Убегает к вам Я говорю Вы его постоянно Принимаете Я говорю И когда это уже закончится Я говорю Нет Нифига Говорю Если он считает Что он может Нас двоих Держать Как бы Что мы вот Просыпаемся Да Вот постоянно Спать не можем На нервной почве Ну значит Вы теперь Спать не будете На нервной почве Я ему тоже Что сделал Блин Дмитрий Она говорит Все Я тебе дверь Не открою Я сказала Откройте Откройте Потому что Сейчас я буду Стучать ногой В дверь Наши женщины Решают проблему Я начала Стучать в дверь Говорила Hello Открываем дверь И это на весь Подъезд 12 часов ночи Вы представляете У меня было Столько злобы Я просто не могла У меня аж трясло От этой злобы Но это наверное Я уже подходила К тому завершению Знаете Когда я уже не могла Этого человека терпеть Я уже просто хотела Что-то сделать Я не знаю Что я могла Но у наших женщин Достаточно лимитированные Понимаете Ресурсы И поэтому мы там Вот на тот момент Решали проблемы Как могли И до сих пор Решаем проблемы Как можем Потому что Не всегда работают законы Ой господи ты боже В общем Она с перепугу Потому что Она очень сильно боялась Что о ней скажут люди Да Поэтому она с перепугу Открывает дверь Говорит Тихо Ты чего кричишь Я говорю Да не будете вы спать Потому что Этот человек Он мутит постоянно Воду у меня в доме Он живет у меня в доме И мутит воду у меня в доме Теперь я пришла Мутить воду у вас в доме Так как она делает у меня Если он считает Что для меня это хорошо Значит и для вас Это тоже будет хорошо Я знаю Что он спал у меня в гостиной Я открываю ногой дверь И говорю Так А он спит А я открываю Поэтому по свету Ударила Говорю Подъем Он так О Ты чего С ума сошла Я говорю Ты чего Думаешь Убежал к мамочке Под крылышко Спрятался Теперь ты будешь Спать спокойно А Вика Значит ее мама И ребенок Вот они пускай Там дальше месяца Как хотят Пускай там Голоду подыхают Что там с ними происходит Это вообще Не имеет никакого значения Потому что Сыночек убежал Я говорю А вот нифига Теперь ты будешь Мучиться Так же как и я Мучиться Вот Ну и он значит Подождите Что-то он мне По-моему Начал Говорить Какие-то гадости Что-то он мне Начал какую-то Ерунду нести Что-то он такое Сказан И вы знаете В тот момент Я не выдержала Я сорвалась У меня были Очень длинные ногти Всегда свои И я вцепилась Ему прям Вот в лицо Ногтями И прям Она начала кричать Он короче Замахнулся на меня Кулаком Мать короче Кричит Ой-ой-ой Не знаю Чудет Держите ее Держите его Выскакивает его Отец В трусах семейных Короче Начинают нас Растаскивать Я вот по отношению Представляете Вот говорят От любви до ненависти Один шаг И реально От любви до ненависти Один шаг Ну это я могу Назвать дракой Нас просто растащили В разные стороны Я сказала Нет Говорю Так больше Не будет Если ты считаешь Что ты можешь Короче мутить В моем доме Воду Я тоже Начну мутить В твоем В доме Воду Ну не знаю Я конечно Этим не горжусь Но Была значит У нас такая ситуация И вот Вот так вот Мы с ним жили Мирно Да Вот такая Выпала жизнь И что еще касается Например Германии Мы значит Начали подавать Документы На Германию То есть у нас Были разные моменты Варианты Куда можно было Выехать То есть до того Как мама еще Уехала в Канаду И Значит Мой отец Выиграл Грин карту Он выиграл Грин карту Ой Мне звонит мама Подождите Ну так вот Значит Ребята Я вам рассказываю Мой отец Потом выиграл Грин карту Он уехал Он сейчас живет В США Я так думаю Что он живет В США Я не знаю Что с ним Я потом про отца Сниму отдельное видео Значит И до того Как это все Произошло Мы сначала Думали Подавать документы На Израиль Уезжать в Израиль Потому что У них какие-то Родственники Выехали в Израиль Именно поэтому Я учила Ходила иврит Мы пытались Вот Ну потому что Как бы Ну в стране Сложно было Было сложно В стране Да и мне кажется Что и сейчас Тоже знаете Сложновато Вот Потом Значит Все таки Его дядя уехал По моему В Германию И он сказал Что в общем Там неплохо Нужно значит Ехать в Германию Мы подали документы И документы на Германию Мы ждали Три с половиной года И дали нам Разрешение На выезд По моему В ФРГ Подождите Как же эти земли Назывались Там где по моему Франкфурт Находится Мне кажется Да Что-то туда Какие-то там Вели Какие-то там Я не знаю Я не знаю На Германию Она Как-то Однажды Меня Его маме Не нравилось Его маме Не нравилось Она все время Повторяла Мы тебя берем В Германию Мы тебя берем В Германию Ну и это все Началось Значит Мы тебя берем В Германию Тогда Когда у меня Что отец Выиграл Гринкарту Уехал В США Жить В Чикаго Что мама Уже на тот момент Жила В Канаде Не один год Но вот они Меня везут В Германию Понимаете Вообще Сирота Казанская Мне ехать Некуда Хотя В принципе К отцу Я и так Не поехала Потом расскажу Почему Отдельное видео Будет И Ну Пардон У меня есть куда ехать Как говорится У меня Канада Была На тот момент Я могла уехать И к матери Вот И Ну я же все Пыталась Хранить семью Понимаете Это первое Второе Вы знаете Я как бы Потом Я уже поняла Что вот Когда я с ним рассталась Я уже потом поняла Что Наши отношения Держала Вот эта Германия Потому что У меня было Заветное желание Выехать И я могу в этом Признаться Совершенно честно И я Перед кем Душой кривить не буду Что прямо Я его так любила Но тот момент Вы знаете От Любви до ненависти Один шаг И бывает такое Что Так у меня еще 15 минут есть И нужно выезжать За мамой Бывает так Что ты уже Потом со временем Понимаешь Что ты уже Человека не любила И ты бы уже глаза закрыл Ушел от него Ты просто терпел Ради выезда Потому что Мне хотелось Чтобы я уже И сама выехала И чтобы ребенку Была нормальная жизнь Просто ты реально Понимаешь Что выехав Ты сделаешь ребенку Намного лучше И она меня Как-то вот Его мать На кухне Мы с ней сидели Она меня Как бы остановила И говорит Ты же говорит Его не любишь Я говорю Нет я его люблю Но чувства Все равно были какие-то Она говорит Я знаю Я знаю Что ты вот это Все терпишь Только из-за Германии Она говорит Ты намного умнее Чем мой сын Потому что Говорит Ты быстро Ты выйдешь Ты быстро Выучишь язык Говорит Потому что Ты девушка Хватка И ты Моего сына Там бросишь Я ей на это Ничего не ответила Но она это знала Почему Потому что Я ей сказала Что Она сама жила В достаточно Несчастливом браке Вообще Со своим супругом Он выпить любил И руку на нее Поднимал И все Но так она сказала Она все время говорила Я не знаю Как ты так можешь Смол себя Независимо вести У меня Двое детей И я Постоянно За ним бегала Везде То есть Если он куда-то уходил Она прям брала Этих двух детей И прям за ним Бежала Вы представляете Как я говорила Тятя не уходила Была ситуация Что Ты не можешь бросить У нас двое детей Вот такая вот женщина Я не знаю Я как-то себя уважаю Вы знаете У меня вот этого желания Бегать с ребенком За мужиком У меня никогда не было Уходил Так уходил Она все время говорила Я не знаю Как ты так можешь Спокойно его отпускать Потому что каждый раз Когда приезжал Например моя мама На визит Из Канады Он каждый раз Разворачивался Хлопал дверь И уходил И говорил Все твоя мать Мол здесь находится Я не могу Мол с ней рядом находиться Я мол пошел И дошло у нас до того Что он как-то купил компьютер А компьютер Ребята Знаете Помните Такие были компьютеры С такими трубами Такие вот экраны Были старые еще Но это был первый компьютер Это было как у Крута И он его купил Поставил его на стол И сказал Лешенька Это я тебе купил компьютер Ну а когда моя мама приехала Он начал его упаковать А ко мне Алексей подходит Он еще маленький тогда был Он говорит Да как же он мне купил компьютер Если он его сейчас с собой забирает А я ему как бы здесь остаюсь Почему он мне его не оставляет Я сказала Лешенька Ну он говорит Давай будем реалистичны Говорю Он как бы Говорит что он тебе купил компьютер На самом деле он просто играет Этими понятиями Это его компьютер Он сам себе его купил Но ребенка было Это сложно понять Сейчас он уже понимает Что это была игра Достаточно жестокая Детским сознанием Он как бы хотел Знаете Ребенку тоже показать Что вот если бабушка приезжает То бабушка это сплошное зло А почему моя мама была сплошное зло Потому что моя мама озвучивала И выявляла Те моменты И то что было в нем То что он устраивал Все манипуляции Это все У меня мама иногда говорила Ну правильно У меня мама знаете Она как не в бровь А в глаз Она вот как что-то сказанет Ну кто ж такую тещу любить будет Правильно Моя мама говорит Ну что сделаешь Вот И он ее страшно не любил Моя мама Потому что Вместо того чтобы сидеть и молчать Как он мне сказал Я не понимаю Почему твоя мама Никогда не занимает мою позицию Она говорит Еще должна занимать его позицию Мне извини Говорит Он говорит Ерундой страдает А я должна его позицию занимать Говорит Что я должна свою дочь гнобить что ли Да ну Говорит Ерунда какая Говорит Хватит жить Хватит храни Говорит То чего нету Понимаете Ну кому захочется Чтоб такое вот твоя теща говорила Мама была права Кстати Если бы не моя мама Я бы Я бы в этом замужестве погибла Это точно Погибла бы только так Anyways Я могу признаться в том Что да Я терпела его ради Германии На тот момент Я потом пожалела Что я в итоге терпела Потому что в Германию Я не поехала Потому что В последний момент Когда должна была моя мама приехать Уже это был Третий год Когда мы ждали Нам как раз таки дали разрешение На выезд в Германию И нам нужно было только поехать Открыть визу И перед тем Как приезжает моя мама Я ей говорю Она говорит Ну в общем что мне Говорит Вылетать на Украину Мне же нужно помочь вам собраться Вот А я ей говорю Мам Если ты приедешь У меня вся жизнь развалится У меня эта семья развалится В общем у меня все развалится Она говорит Почему Я говорю Я так больше не могу Я говорю Если ты приедешь Я просто буду ощущать Что от С твоей стороны В мою сторону Идет поддержка Да То есть у меня будет Какая-то поддержка Я его брошу Я его брошу Я потому что Мне уже плевать на Германию Мне уже плевать на все Я говорю, я уже больше не могу. Я говорю, он меня так достал, что мне это вот. Он говорит, мама говорит, значит, я вылетаю. И вы знаете, так как я уже привыкла, что он как бы постоянно уходил, когда моя мама приезжала, то я уже сама ему вещи собрала. В третий год я уже сама ему вещи собрала. И вы знаете, так как я когда-то работала в компании Steamoral, помните, я вам говорила, то у меня была такая классная сумка Dero от фирмы. Она была реально классная, такого бирюзового, такого красивого цвета. Я взяла в эту сумку, упаковала его, долбанный компьютер сложила сама. Алексей уже предупредил, Алекс уже был в порядке со всем этим. Я говорю, на тебя. Он приходит домой, у него вещи возле порога стоят. Он так, о, это что? Я говорю, ты к маме переезжаешь? Он говорит, а что это я переезжаю к маме? Там у меня сестра сейчас внуком. Я говорю, ну ты же у нас бегаешь постоянно туда-сюда. Говорю, ну тут последний раз говорю, иди беги. Иди беги дальше к своей маме. Говорю, моя мама приезжает, нет, тут места, места нет. Вот. Ну, я уже больше не могла, не могла. Потому что, вы знаете, были такие пару фраз сказанные. Вот, например, как я его однажды спросила. И, вы знаете, я очень хорошо запомнила ответы на эти вопросы. Потому что, наверное, это было последней каплей в том, что между нами происходило. Я говорю, слушай, а почему я тебе должна всё время еду подавать? Вот почему я должна всегда еду подавать? Вот одежду твою в порядок приводить? У тебя тоже руки есть, как бы, да? На тот момент у меня всё-таки какие-то чувства вот эти вот феминизма проявлялись. Я говорю, слушай, а почему я должна это делать? А он мне говорит, да потому что ты родилась женщиной. Я говорю, ёлки, какая глубокая мысль. Я говорю, ты знаешь, я говорю, а я когда рождалась, меня же никто не спросил, кем я хочу быть. Я говорю, это может быть я бы себе там что между ног заказала бы, говорю, а то уже меня никто не спросил, говорю, то что получается. Я говорю, понимаешь, я говорю, то есть я родилась, со мной никто не посоветовался. И что, я теперь должна быть в приниженном состоянии, потому что я женщина? Он говорит, ну вот так вот, типа вот такая лотерея у тебя, мой. Нифига, нифига, так со мной всё дело это не сработает, не сработает. И потом он постоянно, значит, каждое утро он, когда выходил, он мыл голову в раковине и разбрызгивал всё везде в ванной. Я постоянно за ним убирала, знаете, то постоянно он уйдёт, эти лужи на полу, всё, и я постоянно это всё вытирала, убирала. И вы знаете, вот на протяжении, сколько мы с ним лет жили вообще, мы с ним, я была у него замужем, за ним пять с половиной лет или семь лет мы были женаты, я не помню уже сейчас. Я, знаете, не вдаюсь подробностей, это я прям года не считала. Вот, год за два шёл, и это, я, значит, постоянно вытирала, и потом в один прекрасный момент, когда он помыл голову, я так подхожу, говорю, слушай, что тебя со собой не убрать, я не понял. Слушай, тебя вообще обнаглела, вместо того, чтобы опять просто... А он так сейфил за меня, говорит, ну ты же всё это время мыла, ну и опять уберёшь. Развернулся и пошёл. И вы знаете, вот эти два ответа, они, наверное, были вот той каплей, которая переполнила вот эту вот чашу, потому что я вот реально понимаю, ребят, вот я на завершении того, что я хотела вам сказать, что его мама с ним носилась, его мама там... Про маму я отдельно сниму видео, как я уже сказала. Его мама с ним носилась, пылинки сдувала, он был маменькин сынок. Самое ужасное, что и я туда же шла тоже, то есть я была вот этой вот спасательницей, которая бежала впереди паровоза, которая мыло стирала, гладила, ублажала, смотрела чуть ли не в попку целовала, да. Вот тоже я была как вторая мама, я сейчас вспоминаю себя, думаю, блин, вот мне реально нечем было заняться, вот реально нечем было заняться. Он буквально... Вы знаете, вот было такое ощущение в этих отношениях, как будто бы вот ты как собака Павлова, да. Вот тебя просто постоянно, вот тебе говорят, вот тебе сейчас барьерчик, вот перепрыгни через этот барьерчик. И ты так, ой, мне нужно перепрыгнуть через этот барьерчик, и ты прыгаешь через него. Он так, что-то не очень получилось, вот тебе барьерчик повыше, 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 повыше. И ты каждый раз думаешь и тянешься из последних сил, и тебе кажется, что вот сейчас я достигну вот этого идеала, который ему необходим, и каждый раз эта планка завышается, завышая, в итоге ты получаешься просто как высосанная, вот у тебя вся энергия, вообще энергии не хватает, ты вообще сама даже себе не принадлежишь. И вот я была именно в такой ситуации, где две женщины, одна была мама, которая постоянно за него боролась со мной, я не понимаю, почему она боролась со мной, и я им однажды сказала, что вы вместо того, чтобы со мной бороться каким-то образом, вы лучше бы, ну как бы мы вместе объединились. Почему? Потому что, как бы, понимаете, вы настолько за него борете, что он как вот какой-то вот приз, и я вам в один прекрасный день верну этот приз, и с завязанным красным бантиком, может, идете с ним что хотите. Я не знаю, поняла ли она, и реально так потом и вышла. И, значит, к чему я это все вела, а к тому, что, значит, понимаете, просто вот это вот, все вот эти вот планки, и мы настолько вдвоем его избаловали, этого мальчика, что, вы знаете, сейчас я слышала о том, что он, я не знаю, женился он на этой девушке, не женился он на этой девушке. Я знаю, что ее зовут Татьяна, это все, что я не знаю, и знаю, что она очень-очень, она очень приятной внешности, очень такая симпатичная, приятная девочка. Я знаю, что у них, у Алексея есть сводная сестра, и ее зовут Елизавета. Вот, это то, что, это все, что я знаю, там, то, что я слышала. Я просто хочу выразить свои соболезнования, если Татьяна, понимаете, потому что Львов это большая деревня, и когда ведешь какой-то влог, то обычно люди, знаете, говорят, 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 молва как-то идет. И вот, если Татьяна когда-то посмотрит мое видео, я просто хочу выразить ей мои глубочайшие соболезнования. Почему? Потому что то, как мы его и сюсюкали, он просто будет ожидать от последующей своей женщины точно такое же отношение. А это отношение, оно вот реально для того, чтобы остаться в своем умении, вот, понимаете, просто не сойти с ума, и оставаться более-менее нормальной, невымотанной женщиной, это просто нереально. Мне просто ее реально жалко, потому что ей достался такой подарок, блин, что я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Я очень надеюсь, я очень надеюсь, что он хоть как-то осознал, может быть, свое поведение какое-то или еще что-то. Хотя, в принципе, как мне когда-то сказал мой третий бывший, он мне сказал, может быть, он поменялся. Я ему как-то обмолвила, сказала, что, мол, у нас не очень хорошие отношения были. Он говорит, может быть, он поменялся, может быть, там что-то изменилось. На что я ему ответила, что можно поменяться, но единственная вещь, которая никогда не поменяется в этой жизни, это любовь по отношению к самому себе. То есть, изменить каким-то образом, потому что он настолько себя любил, он настолько был такой прямо, как он мне однажды пришел, говорит, вот, ты знаешь, мне вот женщины на работе сказали, что я прям такой мужчина, я прям такой мужчина, я прям как эталон. Может, знаете, как я не знаю там чего. А я-то говорю, блин, я говорю, что, серьезно? Он говорит, да. Я говорю, слушай, я прям нервничать начала. А он говорит, а что так? Я говорю, ну, посмотри, говорю, вот я теперь не знаю, о чем, говорю, мне с этим талоном это дело, говорю, вот талон, талон надо показывать, что все завидовали на всеобщее обсуждение, или прятать к самой себе для того, чтобы, ну, никто не позарился. Он так, тьфу, дура, развернулся и пошел. У меня еще юмор, как говорится, во всей этой ситуации был. В общем, сами можете видеть, да, что ситуация, в общем, жизненная, она складывалась, но не самым лучшим образом. Нормальные люди так не живут. Вот я сейчас уже оборачиваюсь назад, мне кажется, это вообще не со мной было, это не про меня. Но, как я сказала, я была такой же самой регулярной девушкой, какой были все остальные там, там, в той жизни. И я точно так же как-то за что-то боролась, что-то отстаивала, думала, что это семья. Старалась хранить совершенно ненужную вещь, да, которая типа называлась семьей. И вы знаете, я, наверное, прекращу это видео, потому что мне нужно ехать за мамой. И это видео уже получается достаточно длинным. И я вам потом расскажу про свекровь, наверное, для того, чтобы это было в хренологическом порядке. Про своего отца и про то, каким образом я заявила о том, что я развожусь, мне все надоело. И я вышла из отношений перед самым отъездом в Германию. То есть нам уже было дано разрешение, нужно было просто поехать в Киев, открыть визу и сесть, уехать из страны. И именно в этот момент я сдаю назад и говорю, что я никуда не поеду. Представляете, я так посчитала, что три с половиной года я жила в этих отношениях совершенно бесполезно. Я их просто зря потратила на человека, вматывая себе нервы. Я его терпела ради того, чтобы уехать. И в итоге я оказалась в совершенно другой стране. Так что не надо никого вообще в этой жизни терпеть. Я, наверное, после расставания, это то, чем я очень сильно пожалела со временем. Что я вообще терпела человека ради чего-то там. Многие могут сказать, это была корыстная цель, мне плевать. Мне плевать. Я хотела... Вы знаете, я человек, который хочет жить. И я человек, который хочет, чтобы его ребенок жил хорошо. После того, что я пережила вот эти девяностые годы, я просто хотела нормально жить. И нельзя винить. Мне кажется, что... Ну, это те, которые винят, конечно. Но мне кажется, что я никогда не буду винить женщин, знаете, которые либо терпят ради будущего детей, вот когда вот я хотела уехать. Либо тех женщин, которые, знаете, выходят замуж для того, чтобы... Они порой иногда даже выходят замуж не за человека, а за страну. Для того, чтобы уехать. И для того, чтобы себе и другим, и своим детям сделать лучшую жизнь. Я никогда в жизни этих женщин не виню. Не виню, потому что я знаю, что ее на это толкает. Я знаю, что за этим всем стоит. Я знаю, какая боль и отчаяние у неё в душе, поэтому я набор, кстати, таких женщин даже где-то превозношу, потому что она может пожертвовать своим спокойствием, своим миром, своим ещё чем-то ради того, чтобы сделать эту жизнь лучше. Всё, спасибо за внимание, всем пока-пока, я поехала за мамой, надеюсь, вам эти видео понравились, кино и немцы. Всё, пока-пока.